итак ребятушки всем привет с вами снова настилир здрасте сегодня будет исланд будут исланды с вами посмотрим как их обновили посмотрим на модельки как вы видите я взяла своего прекрасного самого любимого исландов своей жизни это моё храброе сердце валды плачьте вместе со мной пожалуйста на самом деле да давайте я не буду селить мы сейчас с вами быстро посмотрим этих коней выберем кого нибудь я на самом деле немножечко скептически к ним отношусь потому что я безумно обожаю этих исландов второго поколения я считаю что они просто великолепны или даже первое поколение я даже не помню как называется это поколение короче да я даже купила себе недавно еще одного старого исланд покажем его в конюшне а сейчас пока зацените мой лук лук да отличное слово я его обожаю на самом деле нет короче это образ который лайфовский мы получаем я одела его полностью только заменила штаны потому что зеленые штаны и шапка выглядит вообще мне не нравится как они выглядят и вот короче как то так теперь давайте с вами побежим и посмотрим исландиков также у нас добавили из новостей какую-то очень интересную амуницию хотя честно говоря мне она не кажется такой уж прям какой-то уникальной во-первых у нас теперь есть питомцы что очень удобно замечательно прекрасно а что касается снаряжения я не могу сказать что я в восторге на это обычные уздечки да они прикольные но я не думаю что я вообще буду их покупать мне больше интересно интересно именно сами лошади и потому что давайте кстати поставим их рядом потому что это по сути одна и та же масть ну похоже во всяком случае на то по росту они почти идентичные но выглядят на самом деле мил выглядит мило первое впечатление хорошее но я могу сказать что когда я смотрела трейлер у меня как-то очень сильно завлек на самом деле вообще не отметил жадки показались обычными и ну да милами у них классная грива она очень густая у них есть две дополнительные анимации что вообще очень круто собственно да это наш рыжик вообще эта масть конечно симпатичная он очень похож на апельсинчик и я до конца еще точно не уверена какой лошадь я буду брать каштанчики но этот на самом деле конь не является моим прям фаворитом он очень классный но он не фаворит поэтому давайте с вами двинемся дальше а именно по-моему в пуни они находятся да давайте поедем в нью хил крест интересно кстати где они именно их разместили потому что там же по-моему не было особо свободных мест возможно они просто заменили тут нас много людей туда едут и мы в том числе возможно они просто заменили старых исландов на новых но я до сих пор в огромном кайфе от ислантика второго поколения но вы посмотрите это же просто это же золото помните знаете такая ностальгия я поняла что знаете такое ощущение реально вот когда я играю в со просто на самом деле мне тоже очень мало что привлекает вообще реально практически ничего держит только и типа то что это ностальгично и то что тут вы и поэтому я для себя недавно открыл такую формулу что я стала воспринимать то что я захожу вот иногда со со снимают что-то для вас как будто бы я играю со своими детьми в прямом смысле как будто вы вы мои в каком-то плане дети именно вот естественно господи чаще о чем я рассуждаю именно не физическом а в таком более психологическом наверно что ли да действительно ответ к ощущению что вот я весь с вами играю в игру как будто бы реальную пить это очень странно объяснить да когда было что-то реально так работает я привык револю что ли так вы смотрите у нас тут все старенькие исландики а как бог где новые простите я может что-то не понимаю да я купила вот этого то есть у меня конечно стоит вот этот белоснежный исланд мотивация была такова что мне просто было стрёмно что вдруг они их уберут как они убрали фьордов и к нет я должна получить беленького то что он прекрасный тюй 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 ну где же они их заныкали то слышите наверное а наверно вон там вот они да да и люди здесь а стоят какие-то вот они вообще-то странно что они так близко разместили ну ладно людей не так много похуду не не такой попу не такой популярностью не так не настолько не популярны вот такой у нас есть милашечка ой там что мне показалось что это тинкер хотя это не тинкер что он милый у него красная такая огненная грива мне он не нравится но он милый дальше такое есть и греневый скорее всего вы бы вы скажете типа настя это твой вариантик вообще вообще не задумывайся ни на секунду стой не задумывайся ни на секунду покупать и же обожаешь таких греневых лошадей я скажу что да но чё-то мне вот как-то чё-то как ты мне вот не хочется ой ты мой малыш бегать сзади как будто бы чего-то меня смущает я даже не могу понять что наверное грива потому что мне не нравится когда хвост внизу затемнен и когда вот у гривы затемнено в целом у них очень классная прическа она необычная она клёвая у них огромная чё . да ты что упрашиваешь меня чтоб я тебя купила нет не хочу есть вот эта красота очень необычная очень и красивая грива красивая масть но я не уверена что это мое то есть она очень классная я выдумал на самом деле между этим и и и и вот этим вот это мой фаворит если что да это внезапно так что обычно я такие масти не очень люблю и есть у нас исланд даже такой масти не такой у него жопка самое главное обзор на исландскую ебку черники мне вот именно парни все все это будешь ты малыш это будешь ты и еще у нас есть как обычно коровистый коробочек нестая коробочка и того я конечно понимаю что под мой стиль вот такой вот зелененький лучше бы наверное подошла вот эта девушка но я все-таки наверное выберу вот того коня потому что я вот показался самым таким но мне нравится больше всего еще кстати у них очень много классных разных причесок их вообще огромное количество поэтому я думаю что это будет мальчик но посмотрите не он это же пацан натуральный еще ой ребят давайте за объем на все купим першерона ну вы гляньте на это сокровище просто невероятно красиво если бы он был в игре я бы его купила но мне же лень качать вы же меня знаете все давайте купим ай-яй-яй а ну встань стой я даже встать не могу давайте будем врать имя этому коню все покупаем стоит они 950 старт коинс знаете у меня такой прикольчик последнее время я выбираю себе имена наугад потому что они очень иногда бывают очень смешные мне вот только что выпало имя космическая крошка мне кажется это самое лучшее название какой в принципе может быть поэтому я сейчас ищу чтобы воссоздать уж я потеряла его это за про это гениально я серьезно вам говорю я ничего более клёвого не слышно так кристалл космическая корио кровь крошка крупинка или даже крошка нет крошка круче все короче это космическая крошка и крошка как вы поняли не в том плане что вот такая милая крошка ты такая ну то есть и пока не в отношении к человеку ли к чему-то живому а крошка типа как крошка хлеба в этом смысле и тогда или космическая крошка вообще звучит как-то очень тупо очень странно короче все космическая крошка провести меня пожалуйста лошадка мне уже жаль что тебя постигла усе что тапку купила я а не кто-то другой потому что теперь ты будешь космической крошкой блин это вообще конечно это жестко на все мы в моем любимом влд или сусо когда вы обновите пожалуйста жду задолбалась ждать уже я обожаю влд за его вот это как раз для мета тоже знаете особая магия потому что это ностальгия это не про не обновленные территории еще и когда на старой лошади тут это попросту с одной стороны хочется чтоб со развивался но и когда они обновляют локации они конечно теряют свое прежнее очарование например мы все знаем когда нам обновили ферму стива многих был вообще и манеж когда обновили многих просто была боль ужасная нескончаемая ну потому что это правда обидно и жестко так короче тема такая я вам не рассказывала но я снимал видео уже его удалила я его даже смонтировать не захотела мне было лень о покупке этой лошади волшебной магической да по-моему и даже того я тоже не снимала короче что-то не захотелось не снимать это моя любовь это самый лучший лошадь на свете идеальная просто для меня назвала лунное безумие я в восторге дички это любовь и так а вот эта та лошадь которая купила просто мне захотелось очень имя тоже рандомно как вы поняли эпическая конфетка но в эту самую вместе к суровой конфетки в копилку очень странных имен вот такая вот лапушка ангельская я не тоже очень мечтала когда когда что делала когда думала о том каких лошадь каких лошадей мне бы хотелось когда я была только короче когда только начинала играть давайте вот сюда запихнем нашего коня нет я все перепутала опять опять нет нет блин я чё-то вообще туплю где моя крошка ну и имечка конечно космическая крошка это абсолютно шикарно я считаю мне вот имя мне очень интересно посмотреть нет не туда я все перепутала опять ну ладно нужно интересно посмотреть на то какие для нее есть доступные варианты причесок и толь то у него очень миленькая мордочка давайте погладим у чё-чё а чё так мило то а знаете я когда-то хотела купить себе исландо он так ротик открывает насчет неплохо исландо похоже мастина старенького но короче у уж морить у него на лбу что-то просвечивается у него там отмечены какая-то интересная давайте сейчас буду подбирать стиль вот наверно как-то так простенько красивенько наверное сюда быть единственное что ему бы наверное лучше подошла либо такая уздечка либо где ты родная вот такая больше мне кажется даже вы больше подходит такая типа вестерн все дела все такие модные дофига космическая крошка ладно давайте выходим просто я не знаю где мы будем смотреть анимацию этой лошади я предлагаю пойти в лес грёндал мне что-то так сегодня туда захотелось вы не представляете как вы туда сегодня захотелось так давайте сначала посмотрим как мы можем за ней ухаживать типа как выглядит анимации ухода просто рассмотрим повнимательнее видим что у него очень густой хвост очень густая грива только почему-то мы не видим большое количество шерсти потому что они все очень шерстяные эти лошадки то это лысая почти как она будет выживать ваще в морозах то а родная моя космическая крошка давайте я пищу поглядем вот такой в нашей анимации она таки он царостные движения совершает ртом она на самом деле вроде как и меньше чем все меньше а такая же как и наша исландская второго поколения предыдущего но впечатление создается что она больше все равно я даже не знаю почему ну то есть ну чё чё она наверно просто более мощная давайте дадим и винограды так не сказала виноград ешь быстро вот так-то молодец теперь давайте посмотрим ладно я я даже не знаю ребят потому что мы можем конечно сейчас посмотреть прически да давайте сначала посмотрим прически ой 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 как она ухты у нее гриба как какой-то какой-то отдельное существо как будто бы которая летит вместе у нее есть и на хоть да то есть у него прям ой и гриба конечно блин я не знаю одна прикольная другой это так строго давайте сразу посмотрим прически их тут дофигища предупреждаю давайте сначала рассмотрим первый наш вариант мы видим что тут такое деление условно тоже на три части гривы очень густая челка очень густая невероятно густая идут большой такой кусок у нас есть смотрим первый вариант это у нас получается шишечки вот такой вот выглядит очень классно мне на самом деле безумно понравилось как выглядит именно шишки я прям залипла даже и думала что наверное сделаю себе и мне очень рада что ссо увеличивают разнообразие причесок то есть сейчас нас есть два вида шишечек видите с челкой без челки потому что кому-то очень нравится челка у и хвостик у нас заплеченный вы смотрите а тут не заплетенный а здесь а а тут вообще что это что бритая да вы гоните реально что в прикол ребят это бритая лошадь тянет вот 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 классно я бы не послушайте это внезапно вообще это очень прикольно я точно быть экстремалом конечно не могу сказать что лошадь это украшает но вообще выглядит неплохо у нас есть такой вариант это чисто фьорд получается фьорд на минималках вы знаете что мне очень нравится эта прическа наверное когда нибудь и сделаю потому что она выглядит великолепно но не сейчас еще у нас есть такой вариант это еще лохматый короткий очень прикольный не знаю ладно на самом деле честно скажу мне он не очень понравился потому что потому что он дикой любите короче не всем зайдет и такой есть тоже радует меня что они все таки как-то их обновляют и делают более современными что ли что раньше это еще был какой-то караул в общем разнообразие очень большое просто можно не знаю даже сайте с ума от количества предложенных вариантов потому что их очень много давайте посмотрим на все все-таки на этой лошади мы уже сможем посмотреть на эти уздечки ну как вам сказать ну да ну прикольно ну разные цвета ну ну да кто хочет купить и мне не очень нравится конечно очень подкупать что у этой лошади есть большое количество алюров ну точнее небольшое у нас есть ладно все давайте дарьи доедем до грёндала потому что иначе я хочу в красивом месте смотреть вынимаются ю так короче это где этим не нужно волчье логово да пожалуйста да кажется да и пешочком замда грёндала буквально будет две минутки я не скажу что я прям как-то безумно ждала обновление исландов как я говорила мне в принципе очень нравились и нравятся исланды предыдущего поколения поэтому я воспринимаю этих исландов просто знаете как 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 будто бы как другую породу ладно давайте будем давайте посмотрим шаг а там уже какие-то более быстро алюра просто красиво проедемся нет я все я меняю свои решения знаете вот я короны переболела имя такое ощущение что сейчас у меня что-то с башкой какие-то беды с башкой потому что у меня очень меняется настроение очень сильно то есть раньше у меня она в принципе у меня сильно меняется а тут пипец вообще и поэтому я могу создавать впечатление такое какое-то рассеянный дерганый я в принципе в жизни такая же но сейчас что-то как-то этого особенно много поэтому если что прошу не пугаться ой извиняюсь впечатались все нормально типа все хорошо не боятся все в порядке так вот нас конь давайте посмотрим на статичном положении как у него анимация так нет все стояло такая небольшая лошадка очень пышная гриб как я уже сказала просто замечательная у него много движений ртом прям очень много щеточки но даже не щеточки есть у него на ножках растительность это очень странно выглядит так давайте в самую глубь заедем потому что я хочу красоту я хочу эстетику дайте мне эстетику быстро пожалуйста спасибо вот мы идем такой вот у нас шаг мне очень нравится масть ребят я готова много простить за масть видеокуре учелка классно разъезжается красивый узор у него ротик он от приоткрывает тоже это необычно не у всех вообще далеко не у всех лошадей такая особенность вот хвост у него прям до самого пола дальше у нас рысь пожалуйста нас рысь такая веселенькая смотрите челка у нас уже в другом положении на россии она уже в бачок вот так вот от очень красиво выглядит на самом деле прям аккуратненько так приятненько не при не прикопаешься не прикопаться короче к этой лошади она прям хорошо выглядит теперь следующий у нас это манежечка белочка манежечка вот такой у нас манежный голову тоже аккуратненький хвост движется как немножечко странно но и фиг с ним это вообще мелочи челка у нас вообще теперь разъезжается и мы видим лобик на щеприки растения лошади дальше у нас будет и на хоть да и вы хоть это вообще одна из специальных анимаций этой лошади когда наш персонаж просто тонет в гриве это конечно выглядит сзади это выглядит ребята очень странно мне прям хочется отфигачить ему волосы хотя в принципе не очень красивая вот так вот стремительно бежит и кстати это действительно интересно потому что во время и на ходе наш персонаж слава богу не при встает как на россии а делать все как нужно в лучших традиций он сидит просто кайфует от того что его вообще не трясет уже и на хоть это самый лучший в жизни вашей и моей мне кажется allure просто сидим попкой и нам прекрасно он еще более интенсивно открывает свой рот дышит но гриба меня конечно смущает принципе просто это очень странно выглядит как будто бы как неестественно а вообще нет вот с этой стороны вообще замечательно а вот сбоку и здесь какие-то проблемки какие-то теперь давайте посмотрим после и находи у нас с вами ускоренный и самый быстрый и на хоть и на хоть ускоренный голубь прыжок ой прыжок смотрится кстати нормально ну то есть мне кажется я не это самое не особо язык высовывает блин ты че серьезно что ли да вот знаете такой типа ой глаза твои какие космические язык да тут у него не я классная лошадка но это конечно выглядит как бы так сказать немножечко странно в скупичках очень странно но прикольно что нам целый отдельный allure добавили не зажали прикиньте allure это ж вообще отдельная анимация большая нравится на самом деле мне этот у него allure он классно сделан и самый последний ускоренный он не шибко отличается от предыдущего тормозит он обычно обыкновенно самое главное как сзади это выглядит что нам-то всегда сзади видеть торможение нормально знаете как я как я говорю и так сойдет теперь у нас есть тольт зажимаем shift и переходим в рысь о чё чё вы посмотрите как красиво человек у других к ней у старых исландов он более он более как бы он так сказать быстрый а у него так хоть хоть не мне нравится слушайте это прикольно это классно мне прям больше нравится него этот allure молодцы молодцы сделали нам уважили нас и разрабы нет знаете это лошадь стоит своих денег определенно не огромное количество причесок у нее две анимации но это же вам все это невозможно это слишком мило ха ха так чё у нас еще осталось давайте чтоб повнимательнее извиняюсь внимательнее рассмотрим прыжок и лошадь может уже сынах иди прыгать точнее да вот такой у него прыжок ой пенечек разобразение вот прыгнем сейчас через барьер с вами прыгнем через имя хоть смотрите какие мы молодцы в принципе все хорошо с прыжком чего у нас остается никакой специальной анимации у нас нету все обычно поворотики поворотики тоже довольно таки обычные он так миленько очень смотрит что там куда идем дыбы дыбы очень классные они такие не сильно агрессивные как будто бы знаете он увидел какую-то змею и такой нет уходи классная лошадка ребят мне понравилось вроде мы с вами все посмотрели все анимации какие у него есть ну моя любовь абсолютно не понравлюсь кони я не в диком восторге я не могу скажу он прям украл мое сердце как першерон например вот но я прям да мне понравились они ставлю им 9 просто потому что 10 это першероны которых невозможно уже мне кажется и дикие которых моем сердечке просто невозможно обогнать но он хорошая лошадка чё чё ещё сказать на самом деле за грядущих обновлений меня очень радует я не знаю когда это обновят официально разрабы но я видела шикарный спойлер замка в осени просто я думаю почему почему это все почему я не могу туда сейчас попасть и почему когда я снимала сериал я не знал что он такой классный и что возможно нам запустят уже туда потому что это глупо просто великолепно короче все это просто мои мысли спасибо большое за просмотр с вами была у вас и носить алир и космическая крошка ну имя огонь скажите ну скажите я в гениальное имя придумал я знаю что я в принципе гениальный человек до скромность но это вообще мишу глаза правда как космос все ребят это меня точно закругляюсь всех очень сильно люблю не болейте радуйтесь жизни с вами была ваша настя всем удачи и всем пока